В этом году жителям округа предстоит выбрать депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8-го созыва, депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа 7-го созыва, депутатов Тюменской областной думы и парламентариев городских дум. Члены участковых избирательных комиссий активно готовятся к предстоящей серьезной работе. Недавно они посетили общий инструктаж, где обсудили вопросы безопасности, охрану общественного порядка, а также физическую защиту членам участковых избирательных комиссий на избирательных участках обеспечит полиция. В день голосования сотрудники полиции не вмешиваются в избирательные процедуры, обеспечивают соблюдение общественного порядка в помещениях для голосования в помещении УИК. При выявлении совершения правонарушения они незамедлительно принимают меры по его пресечению, задержанию гримовных лиц и сообщают о данном факте председателю УИК. При возникновении конфликтных ситуаций с избирателями, если угрожает опасность или оказывается сопротивление, члены избирательных комиссий никаких мер не предпринимают. Они замедлительно обращаются к сотруднику полиции, находящемуся на месте. Полицейский квалифицирует деяние и примет решение уладить конфликт по возможности сразу, если не получится сопроводить нарушителя в отделении. На 16 избирательных участках и трех резервных, помимо полиции, за безопасностью следит антитеррористическая комиссия. Наша задача – это участие в международной комиссии, которая проводит обследование зданий и помещений, которые располагаются в участковой избирательной комиссии, наличие технических средств, их исправность и обеспечение работы видеонаблюдения, чтобы весь этот комплекс работал безотказно. В случае возникновения каких-то помех, чтобы могли оперативно вмешиваться и устранять. В нынешнюю выборную кампанию задействуют 175 членов участковых избирательных комиссий, 9 членов территориальной избирательной комиссии и наблюдателей. В этом году у нас нововведение будет всего два вида избирательных кампаний. Это будет голосование вне помещения, то есть на дому, и голосование в помещении 3 дня – 17, 18, 19 сентября. А участки будут работать с 8 утра до 8 вечера. Избирателям на участках предоставят индивидуальный защитный набор – маску, перчатки и ручку. Тем, кто по каким-либо причинам не сможет проголосовать по месту прописки, предоставят открепительное удостоверение. Гуля Елистратова, Данил Иллибаев, телекомпания «Пытьях.Информ».